Всем доброго дня! На моем канале с вами Ольга. Сегодня я хочу показать сделать вернее обзор на саженец олеандра, который у меня есть в наличии. И я могу поделиться своими излишками. Этот небольшой черенок олеандра выпустил уже вот такие красивые бутоны. Их тут много. И первый цветок начинает открываться. Цветочки крупные, махровые, с приятным ароматом. Для меня ассоциируются с ванилью, ну и еще какие-то нотки. Листья у него довольно плотные, такие длинненькие. Этот цветок можно выращивать как кадочное растение. В южных регионах у моря они растут очень большие. Такие кустаренькие, либо же деревья. Но у нас в Краснодарском крае на зиму их нужно укрывать. Вот, бывает подмерзание, и тогда олеандра может отойти от корня и выпустить поросль, и зацвести летом. Для него нужны солнечные участки, открытые. А также можно, в принципе, его выращивать и на подоконнике, но главное, для него хорошее освещение. Солнышко он любит, ну и радует красивой, насыщенной зеленью и ароматными ароматными цветочками. Полюбуйтесь этой красотой. Это только открылся первый цветочек. Под тяжестью цветка сажениц немножко видно, что он поклонился, ему тяжело, ему нужна опора. Но этот экземплярчик поедет в гости к новой хозяйке. Она уже его ждет с нетерпением. Наверное, никак не дождется. Я пообещала сделать доставочку и никак не выберу время. Я принесла свою именную линейку и хочу вам показать размер цветочка. Посмотрите, он 5-6 см в диаметре. Это он еще не до конца раскрылся. Я очень рекомендую посадить у себя этого красавчика, если у вас его еще нет. Их есть великое множество. Разные цвета и также махровые, не махровые формы. Махровые, на мой взгляд, очень красиво смотрятся. Посмотрите, оттеночек нежно-нежно-розовенький, переходящие такие отливы есть поярче. Все зависит еще от освещения. На этом я прощаюсь. Надеюсь, этот саженец приживется у новой хозяйки и будет радовать ее красивым ароматным цветением. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok